Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В условиях установившихся аномально низких температур предприятие, обеспечивающее работу общественного транспорта, функционирует в особом режиме. Он был введен заблаговременно, еще во время новогодних праздников, после сообщения о прогнозе погоды. Главная задача – обеспечить стабильный выход машин в рейсы по расписанию. И при этом с заранее прогретыми салонами, чтобы и первые пассажиры чувствовали себя комфортно. По поручению главы города Елены Лапушкиной, которые она дала на оперативном смещании в мэрии 9 января, тщательно проверяются и при необходимости приводятся в порядок отопительные системы в городском пассажирском транспорте. Продолжит тему Андрей Горгуленко. Зайти в салон трамвая перед рейсом, проверить работу отопительных систем, воздуховодов и дверей. Такая сезонная задача стоит перед слесарями и электриками трамвайно-троллейбусного управления. В случае выявления неисправности необходимо быстро ее устранить, ведь если не работает одна печь, не будут функционировать и другие. За два морозных дня Александр Суслов восстановил подачу отопления в нескольких вагонах, заменив 10 печей и тенов. Двери открываются, и холод резко заходит, и из-за этого печки не справляются. Вагон целый день ездит на линии, и печки работают постоянно. Вот холод откроется, а вот печка, не дай бог, вот сырость, вот насчет сырости, вода может попасть туда на ней, заукнет и все. Все делаем в порядок, чтобы на линию выехать. Транспорт отправляется на линию в 5 утра. Чтобы он в достаточной степени прогоревался, специалисты трудятся круглосуточно. С учетом сложившейся ситуации, бригады, занимающиеся техобслуживанием и ремонтом, усилены. Для проверок вагонов и быстрого устранения неисправностей в самарских троллейбусных и трамвайных депо привлекли дополнительных сотрудников. Шести депо, три трамвайных и три троллейбусов, обслуживание подвижного состава. 72 человека занимаются в общей сложности. Руководители трамвайных, особенно депо, выходят и в утренние часы, с пяти часов они находятся на выпуске для того, чтобы выпустить на улицы города теплые трамваи и троллейбусы. Кроме того, при необходимости специалисты ТТУ приводят в порядок пантографы. В условиях экстремально низких температур требуется это нередко. Повышенное внимание уделяется работе тяговых подстанций. Контроль за текущими работами, выпуском подвижного состава на линию и соблюдением графика непрерывный. Предприятие старается оперативно реагировать на обращения и замечания, на которые указывают пассажиры и власти города и области. Жители города отмечают, что комфортнее находиться в новых вагонах. В новых, конечно, как-то поюднее, заходить там удобнее, но на случай того, что старые тоже выручают. Ничего, комфортно. Мы приспособлены, пенсионеры развиваются в тепло. На базе предприятия, выполняющего автобусные перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, подготовке к рейсам также уделяется повышенное внимание. На усиленный режим работы перешли и здесь. Теперь ремонтный цех работает круглосуточно. Машины перед рейсом прогревают раньше, за час-полтора, чтобы первые пассажиры садились в теплый транспорт. Используют и специальный состав топлива, который выдерживает очень низкие температуры. Заливают во все машины его по максимуму, чтобы водители не экономили его для работы печек в салоне. Сейчас действительно не время, чтобы экономить ни на топливе, ни на чем-либо. У нас заливается полный бак, и чтобы, опять же, хватало топлива на весь рейс. Это специальное зимнее топливо, которое замерзает только при температуре 40 градусов. При всех этих мерах транспортные предприятия не забывают и о самой главной задаче. Машины должны выходить в рейс согласно расписанию без задержек. У нас с 9-го числа, когда пошли рабочие дни, весь транспорт перешел на режим работы именно рабочего дня. У нас традиционно выходные и выпуск все-таки ниже, но вот сейчас мы вернулись к тем значениям, которые были и до Нового года. Принятые меры помогли в выполнении первосцепенных задач. И даже в сильные морозы городские транспортные службы доставляют людей домой на работу и по делам. Экипажи дополнительно проинструктированы. Кондукторов нацелили на то, чтобы с пониманием относились к форс-мажорным ситуациям и никого не высаживали, например, когда транспортная карта не сработала. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. Рекордные холода до минус 40 градусов прогнозировались синоптиками еще в период новогодних торжеств. Настоящие рождественские морозы пришли в Самару 7 января, а к новой рабочей неделе достигли своего пика и побили рекорды прошлых лет. Не все горожане оказались готовы к сюрпризам погоды. Одни перешли на удаленный режим работы, другим пришлось утепляться и даже обновлять гардероб. Кому по душе крепкие морозы, кто скучает по оттепели и самое главное, как долго продлятся холода, выясняла Александра Гусева. В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. В ночь на 10 января температура воздуха в регионе опустилась до минус 40 градусов. По словам синоптиков, таких крепких морозов в области не было с 1940 года. Школьники отправлены на дистанционный режим обучения. Настоящим испытанием минусовая температура стала для автомобилистов. Завести утро машину удавалось не всем. Обращения жителей о понижении комнатной температуры стали регулярно получать сотрудники коммунальных служб. Начинается на градусах минус 10, комфортно. Чуть потеплее, снега побольше. Снег, чтобы такой немножко бархатистый был, влажный, чтобы можно было поиграться с ним, покидать. Ну, хотя бы минус 7. Чтобы было все пучком, чтобы было все замечательно. Я люблю мороз. Честно, люблю мороз. Дикий, чтобы прям аж трещал. Дикий мороз, который пришелся по душе некоторым самарцам, в скором времени начнет плавно отступать. Уже к концу этой недели температура воздуха в дневные часы не будет опускаться ниже 10 градусов. Осадков не ожидается, но может усилиться ветер. И если верить прогнозам синоптиков, то уже с четверга горожане смогут почувствовать себя комфортнее. Днем, 12 января, столбик термометра покажет минус 12, на следующий день минус 11, выходные минус 9. А следующая неделя обещает быть и вовсе теплой – минус 4-5 градусов. Но пока придется немного потерпеть. В ближайшие дни сдавать свои права мороз не планирует. На ближайшие сутки в Самарской области у нас еще сохранится достаточно морозная температура, с ночными температурами воздуха по области до 35 градусов, а в городском округе Самара до 30. Но зато завтра дневные температуры воздуха уже будут повыше от сегодняшних. Фон будет находиться в пределах 20-25 градусов. И в дальнейшем мы ожидаем дальнейшее ослабление мороза. В морозной погоде, отмечают специалисты, есть и безусловные плюсы. К примеру, Волга, которая долго не могла замерзнуть, наконец покрылась льдом. Что интересно, навигация в связи с оттепелью закрылась лишь 9 января. Именно в этот день были отменены рейсы судов до Подгалятина, которые перевозили пассажиров на противоположный берег реки. Благодаря крепким морозам в скором времени возобновлят свою работу суда на воздушной подушке. А поклонники зимнего туризма и рыбалки смогут уже в комфортной температуре, не опасаясь за прочность льда, заниматься любимым хобби. Не забывая, конечно же, о правилах безопасности на водоемах в зимний сезон. Александр Гусева, Константин Головин. События. В период сильных морозов необходимо не только утепляться и как можно реже проводить время на открытом воздухе. Важно своевременно реагировать на сигналы, которые подает наш организм. Усталость и апатию могут спровоцировать нехватка витаминов, отсутствие тонуса и трудное пробуждение утром. Для того, чтобы разрешить эти вопросы грамотно, нужно начать с питания, утверждают врачи. Полезные советы эксперта-диетолога по выбору продуктов в нашем сюжете. Нехватка солнечного света, низкая температура. Зимний сезон – один из самых сложных для человека, когда большую часть времени мы находимся в помещении. В таких условиях, близких к стрессовым, нашему организму нужна помощь. И оказать ее можно, дав все необходимые питательные вещества. Врачи утверждают, самое лучшее, что можно сделать в зимний сезон – начать питаться разнообразнее. Именно это позволит оставаться в тонусе и укрепить иммунитет. Сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд, отмечают специалисты. Подойдут продукты, которые находятся в широком доступе в обычных супермаркетах. Для начала опытные диетологи советуют восполнить запас витаминов группы В. Витамины группы В у нас содержатся в кашах возможных. Геркулесовая каша, гречневая каша, рисовая каша. Очень много витаминов группы В. Они повышают не только иммунитет, но и состояние здоровья улучшают в нашем случае. В период холодов в еду можно и нужно добавлять разные специи. Диетологи советуют обратить внимание на имбирь. Он поможет согреть организм. А также куркуму или корицу, если хочется добавить сладости. Еще один незаменимый продукт зимой – рыба. Источник жирных кислот омега-3 – полезных веществ для нашего организма, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой, нервной систем и влияют на настроение. Специалисты советуют употреблять рыбу даже на завтрак. Зимой он должен быть плотнее, чем в другие сезоны. Белок в рыбе расщепляется быстрее, чем в мясе, и дает большее насыщение. Нелишним станет и витамин С, который также необходим зимой. Восполнить запасы помогут цитрусовые. Лидеры по содержанию витаминов – помело, апельсины и мандарины. Квашенная капуста, я так думаю, тоже прекрасный продукт. Большое содержание микроэлементов, минеральных веществ, витамина С. Два раза больше, нежели чем в обычной капусте, к примеру. Чтобы подытожить все рекомендации, составим рейтинг продуктов, незаменимых в период холодов. Лидером этой подборки, исходя из советов врачей, становятся цитрусовые, богатые витамином С. Следом идут каши и крупы, которые необходимы из-за наличия витаминов группы В. Разнообразить рацион, добавить новых вкусов и помочь организму согреться. Помогут специи – имбирь, куркума, корица или бадьян. И последний, но не менее важный продукт в этом списке – рыба, богатая омега-3 кислотами. Но стоит помнить, перед тем, как приступить к диетическому питанию или начать принимать определенные витаминные комплексы, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. В Самаре строительство метро не останавливается ни на день, как в историческом центре города, так и в районе перекрестка улиц Полевой и Новосадовой. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем возведут станционный комплекс. Здесь готовность стартового котлована составляет более 90%. В середине января ожидается прибытие в Самару представителей специализированной субподрядной организации, которая в дальнейшем поставит и смонтирует тоннели-проходческие механизированные комплексы, рассказали в Управлении капитального строительства Самарской области. Пока же актуальные работы, в том числе связанные с инженерными коммуникациями, продолжаются. В частности, в ближайшие пару месяцев укрепят коллектор на улице Вилоновской. Строительство метро и все остальные процессы находятся на непрерывном контроле областных и городских властей. Напомним, что после завершения первой ветки Самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок, с комфортом за 20-25 минут добираться с окраин до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. От Донбая и Преэльбрусья до Таиланда и Вьетнама. Куда еще можно улететь на отдых из Самары? Есть ли новые направления? Тему продолжит Виктория Шарая. Если новогодние каникулы закончились, а желание отдыхать осталось, оказаться на шезлонге под лучами теплого солнца не проблема. Из Самары напрямую сейчас можно улететь в Арабские Эмираты, Вьетнам, Египет и Таиланд. Причем в бывшие Сиам летают как прямые рейсы, так и стыковочные с пересадкой в Москве продолжительностью не более двух часов. Если перспектива добираться на отдых через Москву вас не смущает, перед вами открываются новые возможности. Москва не так далеко. Из Москвы мы, конечно, большую географию захватываем. Также мы можем улететь в Венесуэлу, Кубу, это кто скучает по Карибам. Мальдивы, они есть и из Самары, есть и из Москвы. Ну и в принципе все направления есть. Мы можем улететь просто разными рейсами, чартерами и регулярными рейсами. Регулярными рейсами можно добраться до Индонезии и Малайзии. Россия тоже ждет туристов. Из Самары можно улететь в Сочи, на Кавказ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск. А любителей активного отдыха ждут горнолыжные курорты Домбай и Приэльбрусье. Также туристы сейчас осваивают Татарстан, Башкортостан, Нижний Новгород. А весной для любителей релакса из Самары откроется Турция. Новость, всколыхнувшая туристов по поводу того, что теперь в Таиланд можно попасть только при наличии прививки от коронавируса или справки о том, что вы недавно переболели, не подтвердилась. Тайцы, да, они ввели такую систему, но они же не могут только для Китая ввести. Это не политкорректно. Поэтому это было адресовано также и на Россию, Казахстан, самые ближайшие страны, которые летают. Для нас все без изменений. Мы прилетаем без QR-кодов, без каких-либо справок, без сдачи ПЦР-тестов. То есть для нас оставили те условия, которые по факту и были. Отдохнуть в Сочи можно от 18 до 50 тысяч рублей за человека в зависимости от сезона и дат. В среднем отдых по России на двоих на неделю на завтраках будет стоить от 40 тысяч рублей. Это как горнолыжные курорты, так и отдых со здоровлением. Арабские Эмираты обойдутся в 50-60 тысяч и более. В Таиланд предлагают от 70 тысяч рублей завтраками на 10 ночей. Из Москвы на Кубу можно слетать от 80 тысяч рублей на человека. При этом с питанием по системе все включено. В эту же сумму обойдется и Венесуэла. По словам специалистов, сейчас повышенным интересом стали пользоваться Санкт-Петербург и Калининград. А весной туристов ждут новые направления. У нас в 2023 году ожидается развитие этого направления. Волгоград. Это совершенно новое направление. Также теплоходы. У нас теплоходы стали курсировать до Перми. То есть это большие такие круизы. Прекрасные круизные лайнеры, которые, конечно, мы не сравниваем с иностранными, с итальянскими, допустим, арабскими Эмиратами. Но очень комфортно. И, конечно, не стоит забывать о Казахстане, который стал новым туристическим направлением. Особенно после того, как там, на берегу Каспийского моря, открылся пятизвездочный отель, предлагающий туристам отдых по системе «Все включено» с детской анимацией. Виктория Шарая, Константин Головин, События. У папы Буратино день рождения. Великому писателю Алексею Толстому, автору таких известных произведений, как «Хождение по мукам», «Детство Никиты» и «Петр I», исполнилось 140 лет. В одноименном музее сотрудники до сих пор бережно хранят атмосферу дома, семьи и поддерживают дух творчества Красного графа. Репортаж Ксении Бакановой. Обстановка в этой квартире воссоздана по воспоминаниям дочери Алексея Толстого. Два книжных шкафа и письменный стол, кровать с деревянной спинкой, зонтик Александры Леонтьевны, мамы писателя, создают настоящий эффект присутствия. Время тут будто остановилось. Так много вещей, которые необходимы в быту. Все они передают атмосферу тех давних лет, когда здесь проживала семья Толстых. Вот когда музей открылся, и сюда приехал на открытие сын Алексея Толстого Никита Алексеевича Толстой, он написал, я вошел в эту квартиру, у меня такое ощущение, что я вернулся в свое прадетство. Вот эта атмосфера подлинности, ощущение того, что вот только что Алексей Толстой здесь был и куда-то на секунду вышел, это ощущение, которое было создано трудом очень многих людей. Журналист и писатель Алексей Николаевич Толстой появился на свет 10 января 140 лет назад. Благодаря экранизации его известной повести «Золотой ключик» многие поколения детей безошибочно ответят на вопрос «Скажите, как его зовут». В 1923 году писатель, будучи в эмиграции, начал работу над произведением Карла Колодя «Приключения Пиноккио». Эту историю ему захотелось издать на русском языке в своей литературной обработке. Работая над пересказом произведения, писатель вспоминал свое детство и мечты о необыкновенных приключениях, которые давно хотел воплотить. Поэтому его «Буратино» так похож на самого автора. У нас лучшая коллекция иллюстрации к сказке «Золотой ключик». Целенаправленно музей собирал эту коллекцию с самого начала. Первый иллюстратор сказки «Золотой ключик», он был репрессирован в 1937 году, но у нас есть четыре авторских рисунка. В основном на экскурсию в музей приходят школьники. В таком интерактивном формате познакомиться поближе с творчеством великого писателя не только просто, но и интересно. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. В Самарском академическом театре оперы и балета состоялся концерт, посвященный одному из главных христианских праздников – Рождество Христово. На сцене выступили коллективы Самарской духовной семинарии, приходских и кадетских школ. Подробнее в следующем сюжете. Рождественский концерт – одна из ярких традиций Самарской области. На одной сцене выступают вокальные, танцевальные и инструментальные коллективы не только духовной, но и светской направленности. И зрители с интересом встречают каждый творческий номер. Если говорить о том, для кого предназначен, то, собственно говоря, для всех любителей, ценителей духовной музыки, народной музыки, патриотической песни. Поэтому действительно в зале можно встретить очень разных людей. Перед зрителями с казачьими песнями, рождественскими колядками и хореографическими номерами выступили коллективы Самарской духовной семинарии, приходских и кадетских школ. Рождество – это как раз тот праздник, который открывает у нас новые, какие-то лучшие человеческие качества. И если сегодняшний праздничный концерт подарит нам такие замечательные минуты, наверное, мы будем все еще более счастливы. Это один из двух больших концертов, который организует Самарское православное духовенство. Следующий будет посвящен Великой Пасхе, которую в этом году отметят 16 апреля. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Шесть детских любительских команд разыграют в этом году золотую шайбу в Самаре. Городской этап всероссийского турнира имени Анатолия Тарасова стартовал на этой неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита». Победители примут участие в областном финале, а чемпионы регионального этапа отправятся на финал всероссийский. О лидерах и аутсайдерах турнира расскажет наш корреспондент. Гимн Российской Федерации. Почетные гости. Предматчевая разминка хоккеистов. На любительском детском турнире имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба» все по-взрослому. Юниор Антон Любченко такой организации соревнований доволен. За 10 лет в хоккее спортсмен-любитель сыграл сотни матчей, и ему есть чем сравнивать. До команды «Чайка» Антон тренировался и побеждал в Тольяттинском «Волгаре» и «Ладе». В этом году надеется выиграть «Золотую шайбу» в Самаре. Меня мама отдала сначала на фигурное катание. На фигурном катании я посмотрел как пацан, мне как-то не понравилось. Меня дедушка в 7 лет сводил на хоккей. Я влюбился в этот спорт из-за его скорости, из-за этих красивых моментов, из-за эмоций после победы. Я всю жизнь буду играть в хоккей. Городской этап всероссийского турнира юных хоккеистов имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба» собрал под свои знамена в этом году шесть любительских клубов из разных районов Самары. Это «Авиатор», «Медведи», «Меридиан», «Титан», «Чайка», «Ястребы». Некоторые из них играют еще и в русский хоккей с мячом, но победит, как известно, сильнейший. На пьедестал почета поднимутся призеры в четырех возрастных категориях – от детей до юниоров. Каждый год надеемся победить, надеемся, будем самыми лучшими, самыми первыми. Мы готовились, тренировались, но в спорте есть спорт. Хоккейный турнир «Золотая шайба» в Самаре будет идти две недели на льду спортивного комплекса «Орбита». Состоится 13 матчей. Призеры и чемпионы определятся в четверг, 19 января. Организаторы соревнований – городской департамент физической культуры и спорта, спортивная федерация по хоккею Самарской области и федерация хоккея Самары. В этом году «Золотая шайба» в городском округе Самара проходит с минимальным количеством команд. Это, конечно, недоработка городской федерации, но мы работаем на развитие хоккея в нашем городе. Надеемся, что в следующем сезоне турнир будет более интересным, более масштабным, и количество ребят, вовлеченных в хоккей, будет на порядок больше. Победители турнира «Золотая шайба» в Самаре продолжат борьбу и дальше. Впереди их ждет областной финал, а если их мастерство будет на порядок выше, чем у соперников, то они поедут защищать честь Самарского региона и областной столицы на всероссийский суперфинал. Сергей Кезоркин, Николай Сидоров. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском угруге Самара. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Несмотря на снижение температуры, замерзшие водоемы все еще остаются источником повышенной опасности, сообщают в телеграм-канале Красноглинского района и напоминают о правилах безопасности. Недопустимо пребывание малолетних детей и подростков на водоемах без сопровождения взрослых или родителей. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться протаренных троп. Взрослым необходимо пресекать попытки выхода детей на лед. Беспечность может обернуться трагедией. Жители Октябрьского района через телеграм-канал приглашают принять участие в опросах, которые проходят на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Самарцы могут оценить качество и оперативность работы управляющих компаний по расчистке придомовых территорий от снега и наледи, скорость вывоза мусора из контейнерных площадок и узнать, как правильно утилизировать елку после праздников. В телеграм-канале железнодорожного района рассказывают о семи выплатах, которые вырастут в 2023 году. Это коснется материнского капитала. Он увеличится до 779 тысяч рублей с 1 февраля. Страховые пенсии по старости вырастут на 4,8%. Пособия беременным при низком доходе – до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Максимальная декретная составит 383 тысячи рублей за 140 дней. А пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан до 33 тысяч рублей в месяц. Повысится также выплата на детей до 3 лет, от 3 до 7, от 8 до 17, с учетом повышения регионального прожиточного минимума. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 23 тысяч 11 рублей с 1 февраля. Пенсии, больничные пособия на детей теперь будет назначать Социальный фонд России. Он образовался в результате слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования с 2023 года. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова